В эфире Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и далее коротко о главных из них. Осквернили память фотографии с мемориала в Шушенском. Заинтересовалась полиция. Установить хулиганов помогли зрители программы Вести Хакасия. Спиртным и наркотиками в Аскезии злоупотребляли покойники. В районной больнице прокуратура нашла мертвые души. Битва за урожай выиграна. В Хакасии не без потерь завершили уборочную кампанию. Китайские теплицы в Хакасии продолжают разрастаться. Рабочие группы, созданные чиновниками, овощеводов не пугают. Более того, сами же слуги народа содействуют нелегалам в преступном бизнесе. С такого резкого заявления главы Хакасии началось сегодня заседание в правительстве. Виктор Зимин поставил условие. Если до Нового года в республике останется хоть одна китайская теплица, чиновники освободят свои кресла. Из зала заседания Елена Крылова. Заседание, в котором планировалось несколько докладов и на которое съехались главы всех городов и районов Хакасии. Не продлилось и получаса. Сейчас ли все доклады начнем слушать? Всем нужно по медали дать или ордену. Как славно поработали. Войну китайским овощеводам правительство объявило в начале лета. За это время надзорники провели больше 20 рейдов. Поймали на месте около 300 нелегалов. 26 граждан России уличены в пособничестве иностранным рабочим. А китайских овощей на прилавках меньше не стало. По второму кругу пошли со взятками. И второй урожай посадили. Что не так? Так. И они надеются, что его вырастят. И плевать они хотели на вашу рабочую группу. Потому что все включатся в эту тему и обоснуют ее. Что власть действует незаконно. Вот если докажут мне, что мы незаконны, тогда вы мне здесь никто не нужны. Новую тактику борьбы с нелегалами чиновники должны освоить за два месяца. Теплицы должны быть снесены, изъяты из собственности земли, которые сдаются в аренду китайцам. Закрыты базы, где торгуют их овощами. В противном случае хороших прогнозов нет. Я даю слово. Персонально проеду. Будут данные, что есть где-то на базе. Не будет этого бизнеса. А вас на ваших местах. Все, совещание закончилось. Всем спасибо. В рабочей группе решение принимаем. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня ранним утром в Абакане. В районе моста отряда под колеса иномарки угодила пожилая женщина. 67-летняя пенсионерка пересекала одну из самых оживленных трасс в 7 часов 50 минут. Машины шли сплошным потоком по направлению из Абакана в Минусинское и обратно. Женщина жила на Нижней Согре, подрабатывала на моста отряде, возможно, спешила на работу. Бабушку, которая внезапно появилась на дороге, сбил водитель автомобиля Subaru Forester. Он успел затормозить, но было уже поздно. Сразу же вызвала полицию и скорую помощь. Приехавшие медики зафиксировали смерть. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Место здесь очень опасное, не освещенное. Хотя в нескольких метрах есть оборудованный переход. Он расположен под мостом. Но люди, видимо, по привычке перебегают трассу поверху. Бабушка была одета во все темное. И, честно говоря, что я увидел в последний момент, это то, что у нее на кроссовках что-то беленькое было. Что-то отблеснуло. То есть она выбежала из темноты. И я уже увидел даже не лицо, не очертание тела, а увидел именно ботинки, кроссовки. То есть я сначала увидел, что возле дороги бегут кроссовки, блестят. А на проезжей части я уже силуэт увидел. Силуэт от моих фар, силуэт от встречного потока. То есть уже было поздно. Фотография, которая может вызвать очередной скандал, связанный со сквернением памяти о войнах Великой Отечественной. Сегодня на наш сайт пришло сообщение. Анонимный телезритель поделился ссылкой. Фото сделано в поселке Шушенское. Это памятник «Скорбящая мать». Опубликована фотография на странице абаканского пользователя социальной сети. Собственно, согласно отметкам, сам 27-летний молодой человек на ней и запечатлен. Личность второго позирующего и фотографа пока неизвестны. Фото подкреплено издевательскими подписями и шутливыми комментариями друзей. Информацией мы поделились с шушенскими полицейскими. Они незамедлительно начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, подобный скандал всколыхнул Сибирь в начале этого года. Тогда за фотосессию памятника военным медикам в Томске требовали наказать абаканского спортсмена Гиви Сацука. Отметим, он извинился за содеянное. А уголовного наказания боксеру удалось избежать лишь благодаря тому, что срок давности преступления истёк. По статье о сквернении скульптурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, наказание – 6 лет лишения свободы. Пока неизвестно, как классифицируют преступления полицейские в Шушенском. Добавим, фото было опубликовано 31 августа 2012 года. Жить в гармонии с природой, без централизованного электро- и газоснабжения. Так решила для себя семья Гарифулиных из Таштыбского района. Оставив шумный мегаполис, они переехали в глухую деревню и начали строить современную избушку на курьих ножках. Объединяет это жилище с традиционным разве что наличие крыши, стен и окон. Впрочем, и они не совсем обычные. Жизнь в крупном городе, бизнес, возможность ежедневного живого общения с друзьями Артур Гарифулин променял на бескрайние степи. После рождения ребенка супруги решили уехать из промышленного Новокузнецка в Хакасию. Обосновались в Таштыбском районе, неподалеку от Нижнего Имика. Буквально посреди степи возвели небольшой сарай для складирования вещей. Рядом поставили войлочную юрту. По словам хозяина, в ней жарко даже в сибирские морозы. Воду берут из пробуренной скважины, электроэнергию дарит солнце. Солнечные батареи – это альтернативная энергетика. Не сжигаешь уголь, не сжигаешь нефть, а все от солнца. Солнышко встало, у тебя батареи заряжаются. Батареи заряжаются пока, ты можешь снимать электричество. Заряженных аккумуляторов вполне хватает на то, чтобы пользоваться компьютером, освещать жилище. Больше и не нужно. Готовить еду можно и на газовой плите. Юрта стала временным пристанищем семьи. Главной целью было построить экологически чистый дом. И дело не только в качестве стройматериалов, но и в форме жилища – геокупол. Артур проштудировал интернет. В России таких сооружений немного, в Хакасии нет вообще. Точнее, не было прежде. Сегодня необычный дом наполовину готов. Он значительно приподнят от земли и совсем не имеет углов. Сама конструкция очень прочная получается. За счет того, что все нагрузки распределяются равномерно в ней. Если сравнивать купы шар, если бы я примерно такой же квадратный дом построил, то я бы потратил материалов на 30-40% больше. Более того, Артур уверен – необычный дом подарит семье здоровье. В обычном квадратном доме идет выветривание холода в углах. Образуются мостики холода. Здесь купол – это очень такая эргономичная конструкция, где ветер просто ее обтекает. И тепло все остается внутри. С виду дом одноэтажный, но Артур планирует сделать четыре этажа. На цокольном разместится мастерская, на первом – санузел, гостиная, кухня. Второй этаж будет две комнаты, которые будут полкупола отделяться. На третий этаж будет маленькая комната. Моя задумка – там будет чайная, медитационная, можно назвать, где можно друзьями посидеть, расслабиться. Дарить тепло и свет хозяевам по-прежнему будет только солнце. Завершить строительство в планах года через два. Артур не сомневается, что его чудо-дом будет не единственным в Хакасии. Молодой человек готов помочь всем желающим реализовать мечту жить в гармонии с природой. Наталья Громашова, Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков. Вести Хакасия. 10 тонн сахара в Якутию отправили из Хакасии. Гуманитарная помощь выделена по поручению правительства страны. Транспортировку груза осуществляли подразделения МЧС России. В регионе Крайнего Севера возникла реальная угроза дефицита продуктов питания. Сроки северного завоза сорваны из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время в Якутии работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. На сегодняшний день недостатка продуктов питания и топлива в республике нет. Мертвые души Лоскийской районной больницы выявила в ходе проверки прокуратура. Местные наркологи вели профилактическую работу с покойниками, сельчанами, переехавшими в другие регионы или отбывающими тюремный срок. Псевдопациентов насчитали более сотни. Всего на учете, как больные хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, в районе сегодня состоят 384 человека. Выяснилось, из них 95 сменили место жительства, 19 умерли, а 7 уже давно отбывают наказание в местах лишения свободы. Однако, по данным врачей, за всеми продолжается профилактическое наблюдение. По результатам проверки, главврач Аскизской ЦРБ обязан устранить нарушение. Человеческий скелет откопал у себя во дворе житель села Сапогово. Мужчина рыл яму для септика и наткнулся на останки. По этому адресу, на улице Островная, хозяин вместе с семьей живет всего полгода, дома не купили. Прежняя владелица с 2006 года сдавала недвижимость в аренду. Полицейские сегодня выясняют тех, кто мог зарыть труп во дворе. Характер повреждений на останках указывает, что смерть была насильственной. Эксперты устанавливают причины гибели, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В Хакасию пришла ориентировка на серийного убийцу, который орудует по всей стране. В списке его жертв уже 32 пожилых женщины. Маньяк действует на территории Уральского и Центрального федеральных округов, Республик Татарстан, Марий-Эл, Удмуртии, Пермского края, Ивановско-Нижегородско-Свердловской областей. Последнее убийство он совершил в 2012 году в Уфе. Почерк убийцы характерен. Жертва – одинокие пожилые женщины от 80 до 90 лет, проживающие в многоквартирных панельных домах. Орудия преступления чаще всего подручные предметы – от утюга до бельевой веревки. Эксперты установили приметы убийцы мужчины 20-35 лет, среднего роста, худощавой, яркой, восточной внешности. Полицейские призывают к бдительности горожан и просят всем, кому что-либо известно, звонить 02. Пострадавших от рук лжеюриста просят откликнуться полицейских о кассии. Бурнакова Тимура Григорьевича подозревают в мошенничестве. По информации абаканских следователей, он давал объявления об оказании юридических услуг, заключал с гражданами договоры и получал деньги, а затем просто исчезал. Сегодня у полицейских есть все основания полагать, что пострадавших немало. О большинстве следователям просто неизвестно. Всех, кто пострадал от действий Тимура Бурнакова, просьба сообщить по телефону, который видите сейчас на экране. Население поселка Вершина Тёя одномоментно выросло на несколько сотен человек. Впрочем, демографический взрыв временный. В таежный уголок съехались лыжники со всей страны. Уникальный климат и условия позволяют уже сейчас набирать форму. Константин Кравцов увидел осеннюю лыжню Центра спортивной подготовки федерального значения. Ярослав Черкасский в составе сборной Хакасии по лыжным гонкам. С выпадением снега у спортсмена горячая пора. Тренировки каждый день. В конце ноября здесь состоятся всероссийские соревнования Кубок Хакасии. Форма хорошо, самочувствую тоже нормально. Ощущаю, как подготовка идет, хорошо. По большому кружочку ходишь, но спокойно работаешь над теми элементами техники. Новый тренер республиканской сборной Евгений Нефедов. Он приехал из Белоруссии. По его оценке команда имеет хорошие перспективы. Но еще нужно много работать. Во всяком случае, задача на предстоящих соревнованиях – войти в сильнейшую двадцатку. Дети многие из тяжелых семей, из трудных семей. Но по опыту моему, я не первый год в лыжах. Уже с 76-го года сам занимаюсь лыжами. Поэтому чем тяжелее условия, тем лучше результат. Сегодня в Хакасских горах на сборах лучшие спортсмены страны. Как сами говорят лыжники, начали вкатываться в сезон. В большинстве регионов страны снега еще нет. Настоящая зимняя сказка приходит в Тёйские горы в середине осени. Снег лежит здесь до поздней весны. В этом-то вся и уникальность. По сути, лыжники всей страны имеют возможность оставаться на ходу как можно дольше. С учетом того, что подобных мест в России единицы. Ехавши сюда, даже подъезжая, какое-то, знаете, грустное настроение было. Там все, снега нет, там все. Сюда поднялся, вроде настроение улучшилось. Анастасия Родионова – серебряный призер первенства России. В свои 16 лет спортсменка уже имеет взрослый разряд КМС. На Хакасской лыжне она впервые. Говорит, трассу можно сравнить с той же, что расположена в Сыктывкаре, где также тренируются будущие и нынешние олимпийские чемпионы. Трасса как бы тоже сложная, но там есть и равнины, как бы, и подъемы не такие длинные. Здесь больше подъемов, почти нет равнины. Предпочтение Хакассии отдает и национальная сборная. В Тюе уже приехали юниоры. На подходе именитые спринтеры основного состава. Например, чемпион России и призер Олимпиады Никита Крюков. Ради этих гор, скажем так, этой высоты и этих условий. Ежегодно, традиционно, наверное, можно сказать, ну не единственной. А вообще, скажем, мы изначально как бы планировали в подготовке эти условия. Впрочем, времени на подготовку у спортсменов не так много. 19 ноября стартует континентальный кубок. Затем первый этап чемпионата России. Константин Кравцов, Сергей Кадмин, Вести, Хакассия. Уборочная кампания в Хакассии завершена. По данным Минсельхоза, зерновые собраны на всей посевной площади. Обработано 103 тысячи гектаров. Это на 10 тысяч больше прошлогоднего показателя. Последними об окончании работ отчитались хозяйства Багратского и Орджоникидзовского районов. Напомним, именно здесь была самая сложная ситуация с уборкой урожая. Из-за плохой погоды в сентябре пришлось даже объявить ЧАЭС. На поля были брошены дополнительные силы. На помощь пригнали комбайны из других районов республики. Работы велись и днем, и ночью. Сегодня все посевы убраны. Урожайность составила около 15 центнеров с гектара. Намолочено свыше 150 тонн зерна. В Хакассии впервые прошла Ночь искусств. В рамках всероссийской акции, которая объединила Краеведческий музей, Театр кукол-сказка и Хакасскую республиканскую филармонию. Наша съемочная группа побывала на всероссийской премьере, и участие в которой приняли все регионы страны, рассказывает Юлия Константинова. Ксения Югдужекова пришла на Ночь искусств специально, чтобы в гончарной мастерской своими руками изготовить глиняный кувшин. Старалась, чтобы похож был на древние экспонаты, рассказывает. Впервые села за гончарный круг два года назад. В рамках акции Ночь музеев в мае понравилась. Поэтому очень обрадовалась, что вновь предоставилась такая возможность. У меня с каждым разом получают все лучше и лучше. Дома я храню эти кувшинчики, раскрашиваю их даже. В рамках акции 12 мастер-классов разной направленности и тематики, прикладные, развивающие фантазию и просто интересные, в том числе для специалистов. Этот механический способ копирования впервые стал практиковать путешественник, финн по национальности, христиан Матияс Кастро, еще в 19 веке. А в наше время, точнее в 70-е, 80-е годы, такой способ нанесения на миколентную бумагу, то есть лопчатобумажную и очень тонкую, использовал Владимир Феофанович Копелько. Техника проста. Лист накладывается на камень, сверху калька и плотно, очень плотно заштриховываем по всему контуру. Результат налицо. Таких, пусть маленьких, но открытий в рамках «Ночи искусств» ее участники сделали немало. Кто-то посмотрел новые выставки, кто-то постановку театра «Кутов сказка», кто-то пришел на оперу. Хакасская республиканская филармония представила сразу два проекта «Служанка и госпожа» и элитный салон, который прошел в великолепном антураже в экспозиции «Дворянское гнездо». Абсолютно все категории населения у нас сегодня здесь присутствуют. То есть разные посетители. Это и дети, дети маленькие, дети старшие. Это молодежь, это уже и пенсионеры, и семейная аудитория. Больше полутора тысяч человек – своеобразный рекорд, который, возможно, побит будет лишь в рамках акции «Ночь музеев», что по традиции пройдет в мае следующего года. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакассия». И прежде чем попрощаться, небольшое объявление. Программа «Вести Хакассия» готова принять в свои ряды активных, владеющих грамотной речью и логическим мышлением, молодых людей. Всю информацию о свободных вакансиях можно найти на нашем сайте вести.дефисхакассия.рф. У меня на этом все. Хороших вам вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова